Доброе утро, дорогие телезрители! Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Елена Краева. Вы смотрите новости на ОТВ. Утро на ОТВ встречает вас улыбками, но, естественно, мы сейчас расскажем вам о том, что будет в нашей программе. Жители за благоустройство. На старте онлайн-конкурса по отбору объектов для приведения в порядок территорий округа в репортаже нашего корреспондента. Привести территорию в порядок. Субботник состоялся в сквере у мемориала тружеников тыла детям войны и ликвидаторам Чернобыльской АЭС в Одинцове. Награды труженикам. Торжественное собрание, посвященное празднику труда Подмосковья, прошло в актовом зале окружной администрации. Легендарная улыбка. 120-метровое граффити с портретом героя Советского Союза Юрия Гагарина нанесли на стену одного из корпусов военно-патриотического центра «Авангард». Подготовка к празднику. Глава округа Андрей Иванов совместно с Одинцовскими долголетами принял участие в акции по выпечке и оформлению пасхальных куличей. Сегодня вы узнаете много нового и интересного. Оставайтесь с нами. Вы увидите много действительно нового и интересного. Но сегодня сначала мы начнем с нашей традиционной рубрики. Сегодня 17 апреля. 17 апреля 1492 года. Известен в истории тем, что в этот день Христофор Колумб подписал контракт с Испанией с обязательством открыть новый путь в Индию. Цель его путешествия была поиск северо-западного прохода в Тихий океан. Это была уже четвертая по счету попытка Гудзона найти северный путь в Азию. О других событиях, произошедших в этот день, а также о праздниках и именинниках в нашей следующей рубрике. 17 апреля 1877 года Лев Толстой закончил работу над романом Анна Каренина. Интересно, что Толстой сделал за работу над Анной Карениной под впечатлением от прозы Пушкина. Об этом говорят и свидетельства Софьи Толстой и собственные записи автора. Внешность главной героини Толстой во многом срисовал с дочери Александра Пушкина Марии Гартунг. От нее же Карениной досталась и незаметная прическа со своевольными курчавыми волосами на затылке и висках и любимое ожерелье – нитка жемчуга. 17 апреля 1745 года родился Семен Федорович Щедрин в Санкт-Петербурге, где в 14 лет поступил в Академию художеств и окончил ее с золотой медалью. В 1765 году Щедрина пригласили продолжить обучение за границей. В Париже он изучал и копировал чужие произведения, много писал с натуры. При всей условности композиционных приемов и цветового решения его работы проникнуты тонким чувством красоты природы и интересом к передаче конкретной местности. Еще 17 апреля 1855 года в Полтавской губернии родился русский литературный критик Семен Афанасьевич Венгеров. Он получил разностороннее образование – обучался на дому, затем в гимназии, в медико-хирургической академии, на юридическом и историко-филологическом факультетах. С 1890 года Венгеров целиком отдался историко-литературной и библиографической деятельности. Печататься он начал с 17 лет, сотрудничал со многими журналами. А теперь о праздниках. 17 апреля ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой профессиональный праздник. В ветеранских организациях состоят пенсионеры МВД, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другие. Всего более 600 тысяч ветеранов. Также 17 апреля отмечают Всемирный день кофе – ароматного напитка, позволяющего сохранить активность на протяжении долгого времени. Вокруг даты празднования Дня кофе постоянно ведутся споры, но, пожалуй, основными вариантами можно назвать 17 апреля и 29 сентября. Этот день – отличный повод уделить немного времени любимому напитку и познакомиться с новыми сортами. Продолжаем наш выпуск. И с 15 апреля по 31 мая будет проходить Всероссийское онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства на 2024 год. Это федеральный проект, в который принимают участие сами жители и отдают свой голос за ту или иной территорию муниципалитета. С подробностями Полина Толмачева. Участвовать в развитии своего города, выбирать общественные территории и дизайн-проекты для преображения может каждый житель Подмосковья. 15 апреля стартует масштабное мероприятие в сфере благоустройства. Третье – всероссийское голосование за объекты городской среды. Мы очень благодарны жителям. От них зависит, как мы войдем в федеральную программу благоустройства. До сих пор активность была хорошая. Это позволяет городам менять облик, и эти изменения позитивно воспринимаются жителями. В 2022 году на конкурс от муниципалитета было выдвинуто 12 общественных территорий, а по итогам голосования победила пешеходная улица «Интернациональная» в Одинцове. В этом году жители настроены не менее решительно. Марина Золотухина уже более 50 лет живет в Одинцове и знает в городе каждый двор. Женщина уверена, что прежде всего необходимо благоустроить центральную площадь. Покрытие надо поменять, всю эту плитку и все, потому что неудобно ходить. Облагородить пруд, детские площадки, озеленение. А второе – помочь собачникам, которые с собаками гуляют, облагородить выгул собак. Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в нем примут участие 248 территорий из 56 муниципалитетов. От Одинцовского округа будут представлены 24 территориальных объекта. Что самое важное, что выбор этих объектов пал на плечи жителей. То есть это была их инициатива. Они выбирали сами, оставляли свои заявки на доброделе, либо еще как-то через администрацию. И таким образом мы получили вот эти объекты, в которых заинтересованы сами жители нашего округа. С перечнем выдвинутых территорий жители могут ознакомиться с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте Министерства благоустройства Московской области. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет на официальном портале проекта по 31 мая. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Силами неравнодушных активистов территории муниципалитета продолжают приводить в порядок после зимы. В этот раз субботники провели в сквере у мемориала труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам Чернобыльской АЭС в «Одинцове». В мероприятии приняли участие депутаты, участники ветеранских организаций, молодогвардейцы, сторонники партии «Единая Россия» и общественники. Представители ветеранских организаций, депутаты, сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы и общественники провели сезонную уборку сквера у мемориала труженикам тыла, детям войны и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Такие субботники давно стали доброй традицией, отмечает депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, который поддержал акцию в рамках реализации проектов «Историческая память» и «Чистая страна». Уверен, что эти традиции только крепнут. Люди все больше и больше осознают и участвуют лично в общественных мероприятиях, понимают их важность, их ценность. И, естественно, мы, как депутаты Московской областной Думы, здесь стоим в авангарде этих дел. Субботники на свежем воздухе – это не только социально значимые акции, направленные на поддержание чистоты и порядка, но и отличная возможность пообщаться и приятно провести время на свежем воздухе. Во-первых, уборку хорошую сделали, пообщались со всеми, кто здесь присутствовал, подышали воздухом, набрались сил и сейчас пойдем в первую библиотеку проводить мероприятие. В ходе торжественной части участники выразили дань уважения ликвидаторам Чернобыльской аварии и всем героям, которые, не жалея жизни, защищали свою страну. А также вручили ведомственные награды и благодарственные письма руководителям образовательных организаций за вклад в патриотическое воспитание молодежи. И награждается также дядя Сергей Андреевич. Руководство Одинцовского филиала Международного юридического института выступило с инициативой и взяло шефство над этим памятным сквером. Теперь за порядком и чистотой здесь будут следить студенты учебного учреждения. Вот эта территория силами наших студентов будет поддерживаться. Они с удовольствием это будут делать. Для них это тоже память, для них это воспитание. И я призываю и других последовать нашему примеру. А давайте-ка разобьем всю территорию нашего округа на сектора, закрепим за совестливыми, добросовестными людьми. И у нас будет чисто, приятно и хорошо. Переходим к новостям региона. Еще один ребенок-богатырь родился в Подмосковье. Для 26-летней женщины это уже вторые роды. Первой у нее родилась дочка и тоже достаточно крупная. Вес 4 килограмма 610 грамм. Роды у пациентки прошли успешно. Вес новорожденного богатыря составил 4 килограмма 960 грамм, а рост 57 сантиметров. На данный момент мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. На площадках Подмосковья прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В ней приняли участие более 5000 жителей. Многие участники сразу же прошли собеседование и получили приглашение на работу. Такой формат оказался по душе жителям, находящимся в поиске трудоустройства. Правительственная комиссия одобрила программу модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья. Региональные программы модернизации коммунальной инфраструктуры позволяют менять в субъектах России сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и улучшать тем самым качество предоставляемых гражданам услуг, создавать для них комфортные условия проживания. В целом по стране одобрено уже 83 региональных программы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Московский зоопарк, а также общественное движение «Народный фронт» в рамках подмосковной акции «Доброе дело» отправили 21,5 тонну гуманитарной помощи зоопаркам и приютам для кошек и собак Донбасса. В том числе мясо-костную муку, сухие корма для кошек и собак, пшеницу и комбикорма. Также специалисты консультируют коллег по вопросам содержания и лечения животных. Доставка гуманитарной помощи в зоопарки будет проходить регулярно. Следующая планируется до конца апреля. Ну и вновь к новостям округа. Торжественное собрание, посвященное празднику труда Подмосковья, по традиции провели в актовом зале администрации округа. Лучших из лучших в своем деле отметили почетными грамотами и наградами. Этот праздник – символ хороших начинаний и ответственного отношения к своему делу. Общей наградой для всех стал небольшой концерт. В зале была и наша съемочная группа. Материал Полины Баховой. Труд украшает человека. И глядя на этих людей, с этим утверждением нельзя не согласиться. В актовом зале администрации в День труда заслуженные награды получили лучшие в своих профессиях. А у нас есть достойные люди труда, которые ежедневно работают на наших предприятиях, учреждениях, образованиях, медицине, электрике, сантехнике. Те, которые обслуживают всю жизнедеятельность Одинцовского городского округа. Надежда Корнилова, заведующая первой Одинцовской поликлиникой в числе награжденных, говорит, чтобы все получалось, надо любить свою работу. Спасибо большое нашему губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, который удостоил нас своим вниманием. Мы стараемся трудиться, так как этого ждут от нас наши жители, наши пациенты, касаясь моей сферы. Стараемся трудиться с полной отдачей. Благодарственные письма, почетные знаки и грамоты получили работники образования и культуры, торговли и ЖКХ. Лариса Лазутина, первый зампред Мособлдумы, депутат от «Единой России», с волнением поздравила участников. Для меня это очень важно, очень почетно и, конечно, волнительно. Поздравить вас и сказать слова благодарности за ваш труд. Выступление Одинцовского эстрадного оркестра под руководством Андрея Балина и музыкальные композиции в исполнении профессиональных артистов Владимира Артамонова и Алены Долбик стали главным подарком для всех. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. И о новостях Москвы. На станции аэропорт Внуково, солнцевской линии московского метрополитена, началась засыпка котлована. Земляные работы будут проводиться по мере завершения устройства инженерных систем и их вывода на поверхность станционного комплекса. О других новостях Москвы смотрите прямо сейчас. Цены на крупную бытовую технику в России выросли в последние недели в среднем до 10%. Что касается отечественной электроники, то ее подорожание будет зависеть от степени локализации производства. Кроме того, есть ряд брендов, продукция которых дорожает и по причине ее дефицита. Специалисты отмечают, что содержание цен будет зависеть в том числе от способности продавцов создать на складах запасы товаров. В парке Кузьминки 20 мая пройдет ежегодный фестиваль «Арт-Пристань». Принять участие в фестивале приглашают всех российских художников. Мастерам предстоит расписать 20 лодок по собственным художественным проектам. Посмотреть на авторские работы жители и гости столицы смогут в течение летнего сезона, до конца сентября. Желающие поучаствовать в фестивале могут подать соответствующую заявку уже сейчас. Они принимаются до 5 мая. Более 800 раз выступил самый активный участник проекта «Уличный артист» в Москве. Им стал музыкант Андрей Морев, исполняющий кавер-версии известных песен на акустической гитаре. Участником проекта может стать любой музыкант. Для этого необходимо забронировать нужную площадку на портале most.ru. При этом выступать на одной локации можно только раз в день и не более двух часов. И далее в программе. Легендарная улыбка. 120-метровая граффити с портретом героя Советского Союза Юрия Гагарина нанесли на стену одного из корпусов военно-патриотического центра «Авангард». Подготовка к празднику. Глава округа Андрей Иванов совместно с Одинцовскими долголетами принял участие в акции по выпечке и оформлению пасхальных куличей. И новости онлайн о благоустройстве и безопасности железнодорожных переездов пишут в социальных сетях округа. Обо всем об этом смотрите в нашей программе. Ну а мы продолжаем о новостях нашего округа. 120-метровая граффити с портретом героя Советского Союза Юрия Гагарина теперь украшают стену одного из корпусов военно-патриотического центра «Авангард». Изображение нанесли ко дню космонавтики. Четыре уличных художника и курсанты центра. Открытый взгляд, широкая улыбка – это лицо, знакомо каждому в нашей стране и далеко за ее пределами. В честь Дня космонавтики в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард» на стене жилого корпуса «Высота» появился портрет Юрия Гагарина. Над граффити работали четыре профессиональных художника, а помогали им курсанты центра. Здесь мы помогаем дорисовывать. То есть основную работу дизайнеры и проектировщики сделали уже сами. То есть мы частично дорабатываем, помогаем. Создание картины проходило в два этапа. 11 апреля провели все подготовительные работы. Разработали эскиз, обезжирили стены, нанесли разметку и вывели к контуру космонавта. А на следующий день все вместе окунулись в творчество. Площадь изображения более 120 квадратов. Для написания портрета израсходовали 120 баллонов краски и задействовали 35 человек. Техника исполнения следует общей концепции преображения центра. Мы как раз сейчас находимся в стадии приведения нашей площадки, во-первых, в порядок после зимы, а во-вторых, создание несколько другого визуального образа внутри авангарда. И, собственно говоря, частью создания этого визуального образа являются как раз-таки разрисованные лестничные пролеты, которые соответствуют тем или иным родам и видам войск. Такие творческие проекты прививают молодежи чувство патриотизма через искусство. А мотивирующий посыл «Время быть первыми» наполняет гордостью за свою страну. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Глава округа Андрей Иванов совместно с Комитетом семей воинов Отечества и активистами клуба «Активное долголетие» принял участие в акции по выпечке и оформлению пасхальных куличей. Традиционное угощение не только символ христианской трапезы, а еще заботы и доброты. Выполненные с любовью куличи отправят военным в зону СВО. Общее дело во благо объединяет людей. В преддверии Пасхи в Третьей Одинцовской школе прошла благотворительная акция в поддержку мобилизованных. В ней приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, сотрудники «Доброго кафе», активисты клуба «Активное долголетие» и члены семей участников спецоперации. Участники понимают, что они имеют дело не только с ребятами там, но и поддерживают семьи здесь. Разноцветная глазурь, различные посыпки, художественная роспись вовлекли участников в творческий процесс. За несколько часов они подготовили 200 куличей. Это было очень трогательно, потому что каждый из нас готов был вложить в украшение этого кулича кусочек своего тепла, кусочек своей души. Выпечку, оформленную с любовью, осветили, упаковали и отправили военным в зону СВО. Душевное мероприятие тронуло сердца людей. От переизбытка чувств родились стихотворные строки. Мы куличи упаковываем, украшаем и на фронт ребятам отправляем. Им здоровья желаем и победы домой ожидаем. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». И к новостям России. Самым популярным городом для семейного отдыха на майские праздники оказался Санкт-Петербург. Второе место занял Сочи, где проведут праздники 15% путешественников. А на третьем месте Москва. О других новостях России прямо сейчас. В Новосибирске впервые проведут эксперимент по лечению аритмии клеточными технологиями. Операцию по восстановлению сердечного ритма с помощью клеточных технологий на извлеченном донорском сердце, подключенном к аппарату искусственного кровообращения, впервые проведут хирурги Национального медицинского исследовательского центра. На живом человеческом сердце такой эксперимент еще не проводился, так как существуют сложности доставки клеток, а также необходимо зафиксировать изолированное сокращение в определенной области миокарда. Интернет-проекты по поддержке Института развития интернета будут регулярно выходить в кинотеатрах, модернизированных в рамках национального проекта «Культура по всей стране». Показы состоятся благодаря содействию Министерства культуры Российской Федерации, один из главных приоритетов которого – широкий прокат проектов, направленных на реализацию государственной культурной политики. Показы пройдут более чем в 200 населенных пунктах, сразу в 52 регионах России. Медведь Гром, приехавший из Донбасса в Москву, вышел из спячки. Он находился в центре боевых действий в городе Кременная и испытал большой стресс, поэтому было принято решение его эвакуировать в центр воспроизводства. Гром уже реабилитирован и впервые за всю свою жизнь ложится спать в зимний сон. Сейчас он бодрствует, чувствует себя хорошо. Интересно, какие новости обсуждают в социальных сетях? Проверка железнодорожных переездов и переходов, обустройство парковки у станции будущего МЦД-4 «Лесной городок», благоустройство на территории муниципалитета. Эти темы стали важными для обсуждения в окружных соцсетях. Подробности в нашем следующей рубрике. В Одинцовском округе проверили 11 железнодорожных переездов и переходов. Проверку провели сотрудники РЖД совместно с Госавтоинспекцией в рамках работы по повышению безопасности жителей региона. Всего в Подмосковье находятся более 370 железнодорожных переездов, из них 20 расположены на территории Одинцовского округа. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Возле станции будущего МЦД-4 «Лесной городок» в Одинцовском округе устроят дополнительную парковку. Планируется отремонтировать около 2000 квадратных метров внутриквартальной дороги, идущей вдоль железнодорожных путей, проложить параллельный ей тротуар, посеять 1000 квадратных метров газона и разместить возле платформы со стороны Ассоргино дополнительную парковку на 170 квадратных метров. Глава муниципалитета Андрей Иванов дал поручение завершить работы до 1 сентября. Об этом пишут в телеграм-канале «Одинцово оперативно». О благоустройстве в округе. К летнему сезону в Звенигороде будут капитально отремонтированы фонтаны в парке имени Чехова и перед культурным центром Любови Орловой. Специалисты сообщили, что обновят сами чаши, трубопровод и проведут декоративную подсветку. Подробнее об этом в телеграм-канале «Одинцово оперативно». Жители Одинцовского округа смогут с 15 апреля присоединиться к голосованию за объекты благоустройства. В Московской области идет активная подготовка к третьему всероссийскому голосованию по выбору объектов для благоустройства. Жители Одинцовского округа приглашают принять в нем участие. А дать свой голос за понравившийся вариант можно с 15 апреля до 31 мая. Масштабный федеральный проект позволяет Московской области не только проводить благоустройство, но и создавать новые объекты городской инфраструктуры. Губернатор Подмосковии неоднократно обращал внимание на важность участия в голосовании жителей и волонтеров. Андрей Воробьев напомнил, что в рамках программы в Подмосковье началось благоустройство парков в лесах. Об этом сообщают в телеграм-канале «Про округ». И к новостям мира. Крупный производитель текстиля из КНР планирует расширить бизнес в России. Коммерческое взаимодействие – важная часть делового сотрудничества между Россией и Китаем. И в будущее, в рамках консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, компания расширит свои деловые каналы и начнет осуществлять прямые поставки своей продукции в России. О других мировых новостях в нашей рубрике. Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил туманности внутри одной из первых галактик Вселенной. По текущим представлениям космологов, впервые галактики появились во Вселенной примерно через 300-400 миллионов лет после Большого взрыва, когда ее материя успела остыть до температур, при которых могут формироваться холодные облака из газа, где внутри возникают звезды. Ученые уже несколько десятилетий ищут и изучают свойства подобных галактик в надежде раскрыть их роль в химической эволюции мироздания. Малайзия будет изучать вопрос поставок полупроводников и электроники на российский рынок. Страна могла бы стать поставщиком высокотехнологичного оборудования в Россию. Малайзия – один из самых больших экспортеров полупроводников с огромным ежегодным объемом. Важно отметить, что бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства. А теперь настало время поговорить о погоде. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается пасмурный день, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем – 12-14 градусов тепла, ночью – около плюс 5. Ветер переменных направлений – 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное – 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 40%. Геомагнитное поле – спокойное. А теперь переходим к самой долгожданной и завершающей рубрике – гороскоп. Астрологи утверждают, что это время как нельзя лучше подходит для любой умственной и творческой деятельности. Что конкретно обещают звезды каждому знаку зодиака в нашей рубрике «Гороскоп»? Астрологи утверждают, что это время как нельзя лучше подходит для любой умственной и творческой деятельности. Не поддавайтесь на уговоры собственной лени и начните заниматься делами. Тельцы – один философ сказал, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. Кажется, вам стоит прислушаться к его словам. Близнецы – сегодня вы будете полностью погружены в работу и домашние дела, но скоро вы сможете как следует отдохнуть. Раки – вы давно мечтали о том дне, когда сможете притворить в жизнь все свои желания. Он наконец настал. Сегодня вы будете полны сил и энергии, но главное – направить их в правильное русло. Львы – будьте благоразумны и не устраивайте скандалы на пустом месте. Лучше порадуйте себя чем-нибудь вкусненьким. Девы – займитесь сегодня собственным здоровьем. Сделайте зарядку, примите контрастный душ, приготовьте что-нибудь необычное и низкокалорийное. Весы – сегодня тот день, когда проявить самостоятельность жизненно необходимо. Помните, пока вы ждете особенных моментов, ваша жизнь проходит мимо. Скорпионы – всегда есть возможность откатиться назад и выбрать другую дорогу. Подумайте об этом сегодня. Стрельцы – учитесь быть более гибким, и тогда сама Вселенная будет вам благоволить. И еще совет – позвоните своим старым друзьям и спросите, как у них дела. Козероги – как бы вам не хотелось поваляться подольше в кровати, не идите на поводу у Лени. Настройтесь на активную работу, которая непременно принесет успех. Водолеи – именно сейчас, как никогда ранее, вам необходимо принять во внимание все происходящее вокруг. Помните, так будет легче сделать правильный выбор, от которого зависит ваше будущее. Рыбы – у вас есть все шансы познакомиться с человеком, который станет вашим верным другом. Откройтесь ему по-настоящему и увидите, как участие близкого человека способно исцелить ваши душевные раны. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте счастливы, любимы, планируйте свой день и добивайтесь успехов. Удачной вам рабочей недели. Всего вам самого доброго. До свидания.